Всем привет! Меня зовут Дарья Пинчук, я копирайтер. И сегодня у меня на связи Андрей Кондрашин, консультант ресторанного бизнеса, который в отличие от многих представителей консалтингового бизнеса черпает свои знания из практики, потому что он является потомственным ресторатором. Андрей, спасибо, что согласился уделить мне немного времени и ответить на несколько вопросов. Собственно, первый вопрос. Как ты вообще пришел в этот бизнес? Я имею в виду консалтинговый бизнес. Почему именно это направление? Как все начиналось? В общем, расскажи. Значит, у меня особо выбора в жизни даже другого не было. Я знал с пеленок, что буду заниматься именно ресторанным бизнесом. Мне он очень нравился. Я всегда смотрел на своих родителей, которые управляют семейными ресторанами. И хотел как можно скорее влиться и помогать им. И пять лет назад я действительно после института так и сделал. Стал заниматься ресторанами. И достиг определенных успехов, что ли. Мне удалось запустить самый прибыльный проект за всю историю существования компании нашей. Вот, придорожное кафе. Вот. И потом у нас было два заведения, которые себя показывали не столь хорошо. И мне удалось вывести их на новый уровень. Одно из них выросло на 40% по выручке, другое на 23% с чем-то. В общем, в итоге ко мне стали обращаться сначала знакомые рестораторы. Что ты сделал? Как так получилось? Потом знакомые знакомых. Вот. И в один момент я понял, что за это можно брать деньги. И то, что я делал изначально бесплатно или для своих собственных заведений, оно востребовано на рынке. И так и появился мой консалтинговый проект КП Профит. Это если вкратце. Отлично. То есть первых клиентов ты не искал, они приходили к тебе сами по знакомству. Да, первых клиентов это фактически получились наши друзья-рестораторы. И соответственно на них я набил руку, если можно так сказать. Но имел на это право, потому что денег я с них за это тогда еще не брал. А дальше уже закрутилось, завертелось первые клиенты, вторые, третьи, десятые и так далее. Если вспомнить те времена, когда ты начал брать за это деньги, вспомни, как ты заработал свои первые 100 тысяч рублей. Это было первые 100 тысяч рублей в консалтинге я заработал с тренингом. То есть если говорить о том, с чего я начал монетизацию, я начал именно с тренинга. И стал проводить онлайн-семинары. И один из таких семинаров по запуску ресторанного бизнеса я как раз провел. И это принесло мне первые 100 тысяч рублей. Это было не так просто, как звучит. Потому что ты помнишь еще то время, когда я проводил бесплатные занятия. Потом это перешло в платные. И на первом платном я как раз и мог заработать 100 тысяч рублей. То есть если надо что-то пояснить, я с удовольствием... Ну я думаю, то есть все понятно. То есть к сложности ты обозначил. А что было легко? Неожиданно для тебя легко? Неожиданно легко было выйти на крупнейшие ресторанные журналы. То есть я думал, что буги-горшки обжигают. И попасть в федеральные журналы для рестораторов это будет просто нереально сложно. В итоге одно письмо с предложением нескольких тем статей обеспечило меня сначала первую статью и вторую. А сейчас я уже постоянный автор. То есть ты пишешь еще и статьи в журналы как эксперт? Да, да. И это отличный пиар. И плюс, ну ты как копирайтер, наверное, отлично понимаешь, насколько, когда ты пишешь, мысли в порядок приходят. И ты систематизируешь свои знания. Вот мне в этом отношении статьи очень помогают разобраться у себя в голове и выстроить какие-то хаотичные знания в четкую структуру. Поэтому я делаю это во многом ради себя, если признаться честно. Хорошо, поняла. У меня последний вопрос. Что бы ты посоветовал новичкам, которые хотят начать подобный бизнес? Я посоветовал бы не бояться никаких ошибок. Они все равно будут, это нормально. Главное делать из них выводы и просто двигаться тупо вперед. Как бы банально это ни звучало, мне было самому очень сложно себя пересилить. Сказать, что все получилось сразу, это было бы неправдой. Это все достигается ценой постоянных ошибок, вытирания соплей и двиганий дальше. Что все, да, не получилось. Я должен собраться и идти дальше. Но не тупо идти дальше, а постоянно делать выводы. То есть, если ты повторишь одно и то же бесполезное действие без каких-либо корректировок, ты и второй раз подканешься, и трекий, и десятый. Поэтому тупо внося что-то новое в свой план, его корректируя по мере необходимости, ты все равно дойдешь к своей цели просто математически и неизбежно. Спасибо, Андрей. Спасибо большое тебе за эти советы и за ответы на вопросы. Да нет. Дальнейших тебе успехов, процветания тебе, твоему бизнесу и удачи. Спасибо, Даша. Спасибо большое. Тебе тоже больших успехов. Спасибо. До свидания.